Всем привет! Недавно в Крым приезжал вице-премьер российского правительства Марат Хуснулин. Пообещал новое грандиозное дорожное строительство. Ну, возможно, оно связано с тем, что уже есть наработки, уже куплена техника, уже куплены все атрибуты, вот эти, знаете, даже бордюры такие вот строительные, которые куча валяется где-то под Феодусией, гора этих бордюров там валяется, куда их девать. Лучше затеять новое строительство, чтобы добро не пропадало, но будем думать о лучшем, будем думать о том, что все это делается для людей, для более комфортного передвижения по Крыму. И Марат Хуснулин объявил, на мой взгляд, грандиозный проект. Это дорогу через перевал от Белогорска до Приветного. Я поехал посмотреть, куда же будут вкладывать огромнейшие деньги. Давайте-ка посмотрим с вами вместе. Вот он, перевал Кокосан. Ну, или еще Аликот-Багас, как его называют. Или еще как-то скомбинируют слова вместе и тоже что-нибудь придумают. Ну, красота! От Белогорска до Приветного, там вдали море, кстати, справа. От Белогорска до Приветного, по разным оценкам, от 28 до 33, там, 35 километров. Часть дороги... То есть, чтобы попасть на этот перевал, что нужно? Нужно доехать от Крымского моста туристам до города Белогорск и не ехать. Ой, какая красота! Да, посмотрите. Этот обрыв, вот так кажется, не очень высоким и крутым. Но сейчас, посмотрите, будет вид чуть-чуть с другого ракурса. И вот тут вот падать гораздо интереснее. Дорога... То есть, повторю, от Белогорска нужно ехать непрямиком на Симферополь. Думаете, машин там мало? Я никак не могу начать какое-то дело. Машин там каждую минуту, наверное, проезжает... Ну, каждые пять минут проезжает машина. Смотрите, 61-й регион, Москва, перед этим был Волгоград. А вот это вот наш крымчанин, он, естественно, в чем едет? Он едет в Газели. Мотоциклист просто катится. Не слышно, но он вот от перевала до вниз катится. Это, по-моему, Волгоград, если не ошибаюсь, 34-й регион. Ну, смотрите, какой нужен клиренс, чтобы машина проехала. Это наши местные ребята катаются. По дороге есть водопад. До него идти круто и вниз. Ну, смотрите, даже Toyota Land Cruiser катается здесь. Но водопад есть, можно остановиться, сходить и посмотреть. Это вот так вот очень красиво и впечатляюще, как мне кажется, получилось. Но это местные ребята, у них машина ломалась. Вот этот Москвич 41-й ломался, что-то с ним там подкипал, что ли, несколько раз. Но он уже, видимо, подкипает даже не там. По перевалу он едет, не под перевал, он все равно подкипает. Вот такая неасфальтированная дорога здесь всегда была. Туристы останавливаются на видовых местах. Вот видите, эти остановились вот в этом месте. Уже видно вдали море. И уже такие виды потрясающие. И они увидели, э-э-э, я лечу, размахивая крыльями, машут мне. И вот смотрите, кажется, что это перевал, кажется дикостью, но красота невообразимая, во-первых. Во-вторых, дорога ездибельная, честно скажем. И вдруг, вот вам, и вдруг вот здесь, в долине, вот такой вот отель. Ну, цвет воды это естественный цвет воды, тут придираться не надо. 2020 год в Крыму выдался немножечко, ну, немножечко маловодным. А вот если к этому кадру предыдущему подальше продвинуться, это самый конец, то вот уже это приветное. И вот тут вот дорога вьется, уже асфальт, вьется по населенному пункту. И вон там ЮБК впереди, дорога ЮБКшная, море. Все, 30 километров красоты, адреналина, и вы у моря. Это лучше, чем толкаться в пробках через Симферополь по Алуштинской дороге. Ну и красота. Сразу турист приехал, там повернул, проехал. Ну, мало кто знает эту дорогу. А это вот небольшая зарисовочка в конце, это уже наоборот, от приветного в сторону Белогорска. Ну, посмотрите, машины, они едут и едут. И это едут туристические машины. Каждая из пяти машин, эта машина, явно не едут туристы. Ну, смотрите, какая красота. Гора Хургуч перед нами открывается. Мы сейчас вот так вот медленно подлетим к ней поближе. Она откроется во всем своем великолепии. И на том маленькая наша экскурсия по тому перевалу будет закончена. Вот здесь хотят прорубить дорогу. Ее как-то, конечно, изменит. Она будет немножко другая. Но вот здесь будет асфальтовая дорога, которая на коротке соединит Белогорск и Приветная. Это будет шикарная дорога. Тут нет сомнений. Продолжение следует... Каждая.